Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Акамарачи и сегодня в этом видео я покажу вам как нафармить наживку для ловли рыбки стерлядь на реке Пра. Итак, что нам для этого понадобится? Ничего особенного, нам нужны будут спиннинги с вами на 8 кг, самый начальный, можно даже меньше. Единственное, что нам понадобится это рыбьи потроха. Вот с этим могут быть проблемы. Поэтому их надо где-то нафармить. Подойдет место, которое я вам показывал по фарму рыбьих потрохов. Кто не смотрел, я сейчас оставлю подсказку, она выскочит. Посмотрите, там я показывал, где можно пофармить рыбьи потроха и кусочки рыбы. А теперь я покажу место. Так, вот это по-моему вот здесь она находится. Вот здесь, да. Так, достаем наши снасти. А, еще самая основная особенность. Смотрите, какая сборка, но тут ничего такого нету. Крючок надо крошечный ставить. И ставим не мотыль, а ставим обязательно рыбьи потроха. Будет клевать пиявка сюда, на эту снасть, на эту наживку, на эту снасть. Будет клевать пиявка и будет клевать моллюск. Моллюск уже, естественно, мы сможем с вами переделать в вот такую вот наживочку. Где она у меня? А, я ее тут не могу вам показать. Я забываю, что зависит все от крючка. Закидываем прям под ноги, то есть мышкой так, хоп, быстренько клацнули разочек и все. Так, сейчас я вам покажу, где она. Вот, мясо без зубки. У меня 31 штука и пиявка. С одного моллюска получается 2 мяса. Ну, это, конечно, все по-разному. Иногда получается 2 мяса, иногда получается больше. Иногда может выпасть крит, если это можно так назвать. Ну, крит, удача, вот так вот. Выпадает больше мяса. Может до 5 даже выпасть. Вот крупный моллюск, это вообще великолепно. И вот так вот ловим. Еще основные секреты какие. Обязательно должен стоять поводок на этих удочках. У меня 2,80, но лучше поменьше поставить. Еще меньше, тогда будет чаще клев. Но я все забываю купить. И включайте фонарик. Вроде бы как говорят, знаете как, поверье. Поверье вот то, что на свет моллюск чаще берет, он чаще клюет. По-моему, вот я испытывал, клюет чаще. Может быть это чисто мое субъективное мнение. И мне так показалось, оно вроде бы клюет реально чаще. Здесь ничего сказать не могу. Ну и вот так вот сидим, ловим моллюска с вами. Смотрите, дорогие друзья, сколько у меня получилось наловить моллюска. Заходим в разделочный стол. 12 штук моллюсков. Кстати, я так и не посмотрел, сколько они стоят зачетные. Давайте глянем. Зачет может быть они много стоят. Ой, нет, они вообще копеечки стоят. Все, разделываем, не задумываясь. Моллюск, мясо без зубки. И погнали. Ни одного крита. Но, как видите, по две штучки. Итого, получается, у нас 22 штуки должно было получиться. Сейчас еще посмотрим, сколько окуня можно оценить. Фонарик. Давайте глянем. Да, уже 55 штук. Великолепно. А окунь у нас стоит от 1 рубля, да? Вообще ни о чем. Хотя он зачетный. Если у вас прям очень плохо с деньгами, можете продать. Но я предлагаю сделать вот так. Рыбьи потроха. И вот так. Тоже по две штучки. Это будет намного профитнее. Вы же на эти рыбьи потроха наловите мясо без зубки. И потом сможете поймать хорошую рыбу. С вами был Ака Марачи. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь. Обязательно ставьте колокольчик, лайки и комментируйте видео. Всем пока-пока.